Всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. Я научил плавать более тысячи человек. И сейчас я надеюсь, что наш канал достигнет отметки в 100 тысяч подписчиков. Ну а сегодня у нас супер тема. Сегодня я расскажу, как соединить дыхание и грибок. Если готовы, ставим лайк и погнали! Друзья, мы часто устраиваем спортивные сборы и выезды. Мы ездим за границу и по России. Там мы работаем на технику, с сухим плаванием, а также круто проводим время. Если вы хотите поехать с нами на следующий сбор, заходите на сайт SwimRocket и оставляйте заявку. До встречи на сборе! На нашем канале есть один популярный ролик, где я рассказываю про три классические фазы грибка. Он реально очень полезен и после просмотра этого выпуска обязательно его посмотрите. Ссылка на него будет в описании. Очень много людей задаются вопросом, как же все-таки правильно соединить грибок и дыхание. С одной стороны, вроде кажется, когда ты смотришь, что все супер легко, а по факту, когда начинаешь делать, ты реально сбиваешься. Сейчас я покажу принцип работы на четыре счета. Ребята, мы будем считать раз, два, три, четыре. Буквально вот в таком темпе. Не старайтесь куда-то торопиться. Что мы будем делать? Вот мы с вами поплыли. В руках можно держать дощечку, либо без доски. И плывем. Мы с вами делаем раз, грибок. Два. Мы делаем поворот головы. Но не только голову мы поворачиваем, но и плечо направляем в потолок. Два. На третьем счете мы опускаем голову под воду. И на четвертом, из-за того, что у нас высокое плечо, мы возвращаем его назад. Все. Потом повторяем другой рукой. Еще раз. Прямо спокойно считаем. Раз. Два. Подышали. Три. Опустили голову. Четыре. Закрыли руку. Все супер просто. Если вы будете выполнять эту последовательность, вы сразу легко соедините и дыхание, и грибок. Вот как это выглядит в воде. Я делаю. Раз. Два. Три. Четыре. Все супер просто. А сейчас я покажу вам упражнение, которое вы сможете пошагово выполнить и привыкнуть к новому режиму плавания. Первое упражнение. Вы отрабатываете его на суше до тех пор, пока у вас не будет уверенности. То есть вам ничего не нужно. Вам только надо вытянуть руки вперед, опустить голову и поработать. Раз. Оставили руку у бедра. Два. Мы повернули и плечо, и голову. Сделали вдох. Три. Мы спрятали голову. Четыре. Закрыли плечо. Я понимаю, что многие из вас будут сбиваться, потому что раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Очень сложно. Просто поделите все до банального. Сначала мы делаем четыре счета на одной руке, потом берем паузу, потом четыре счета на другой руке. Так вам материал легче усвоится. Упражнение номер два. Для этого упражнения нам понадобится стена. Пойдемте. Мы подходим к вам стене, кладем наши руки, чтобы мы просто чувствовали опору. Немножко можно наклониться. И повторяем ровно первое упражнение. Раз, два, три, четыре. Легко накинули руку. Это упражнение необходимо выполнять до тех пор, пока вы не отточите его, и оно не дойдет до автоматизма. И еще, когда вы отработаете второе упражнение, надо сделать следующее. Отойдите чуть-чуть подальше и уже не сильно опирайтесь на стеночку, а пальчиками. Это нужно для того, чтобы вы также отработали и запомнили ваше положение рук, что ваши руки не должны опираться, они всего лишь чуть-чуть придерживаются. То же самое касается, когда вы будете в воде. Потому что если вы будете в воде опираться, мы будем тонуть. А наша задача, чтобы просто руки держались на уровне. Ну и третье упражнение мы сделаем в воде. Мы толкаемся от бортика, руками держим дощечку, но не сильно опираемся на нее, просто придерживаем, чтобы контролировать уровень рук. Раз, два, мы с вами поворачиваемся и делаем вдох. Три, мы прячем голову. Четыре, мы закрываем руку, накидываем ее на голову. Все, плечо опустилось. Друзья, очень важно поворачивать плечо на втором этапе. То есть раз, два, повернуть. Чтобы на четвертом этапе вам было легко прокинуть руку. А если плечо у вас будет опущено, вам будет сложно вернуть руку. Поэтому за этим очень важно следить. Друзья, переходите в описание, там есть ссылки на все мои авторские курсы. Это растяжка для плавцов и триатлетов. Как правильно плавать на открытой воде. Сухое плавание, которое вас прокачает. А также там ссылка на наш основной сайт, где вы можете оставить заявку, приехать и научиться плавать с тренером. Ну а на этом все. Это был Никита Кислов. Школа плавания Swim Rocket. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok